И снова здравствуйте, мы продолжаем наш прямой эфир. Дмитрий Джангиров у нас уже в студии, очень рады видеть. Здравствуйте, взаимно. Ну сразу давайте начнем с выборов в Европарламент, потому что с одной стороны кажется, ну где там Европарламент, где эти выборы, где мы, у нас свои выборы, но тем не менее, вот выборы в Европарламент, они как-то очень живо там беспокоят вот всех этих жителей Европейского Союза, так или иначе, кого-то в большей, кого-то в меньшей степени. Куча писем было написано с призывом от интеллектуала Европейского Союза, с призывом сохранить единство Европы. Письма Макрона известные, что давайте еще там усилим, укрепим и углубим европейское единство и так далее. Но тем не менее, все похоже не будет так просто. Похоже, Европейская Народная Партия немножко потеряет, а может и не немножко, и непонятно, кто же будет формировать основные руководящие органы Европейской комиссии. Как-то так. Смотрите, просто на эту тему мы немножко в неудачный момент говорим, потому что основные все-таки страны будут там 25-26, сейчас проба силы, наверное, из интересных только Голландия, Нидерланды. Проголосовали. И там достаточно, ну скажем, неожиданно для всех, ну расклад достаточно неожиданный. На первое место вышла партия труда, которая в свое время проиграла все, что можно. Это многолетняя, либо правящая, либо в правящей коалиции. А на последних выборах она всего 8% взяла. В самой Голландии тут такой ренессанс, это такая, ну социал-демократическая, это левая, конечно же, партия. Хотя, конечно, именно левые партии с левыми названиями, левыми программами все эти либеральные еврореформы проводили. Но тут скорее важен сам вот факт возвращения. А если я не ошибаюсь, да, третье место заняли вот голландские патриоты. Поэтому мы подождем. Ну что касается европейских интеллектуалов, которые что-то там писали, хочется им пожелать судьбы наших 25%-щиков. Это интеллигенция, я думаю, везде интеллигенция одинаковая. Как учил нас Владимир Ильич, что интеллигенция, которая считает, что она мозг нации, она не мозг, она не мозг, а ее говно. И в этом плане действительно интеллигенция это во многом же продукт жизнедеятельности нации. И по интеллигенции можно вообще судить, как вот по анализам, что происходит, насколько здоров организм той или иной политической нации. Но у нас, мы видим, он крайне болезненный. И, в общем-то, в Европе тоже не сильно здоров, глядя на их интеллигенцию, на всех этих Бернар Леви и Макронов и прочие-прочие. Ни за что ногами просто избили и все дела. Послушайте, люди, присвоившие себе имя интеллигенции, потому что интеллигенция подразумевает, кроме, так сказать, некого масштаба мышления и неких знаний, еще и обязательно гуманистическую составляющую. А европейская интеллигенция, как и украинская интеллигенция, та, которая в мейнстриме европейском, начисто лишена этой составляющей, гуманистической. Поэтому, так сказать, уж звеняет, я кто кажет. Какая есть интеллигенция, такая и есть. Действительно, накал страстей, и опять же, если мы уже говорим про Ленина, все, что происходит в Европе, умещается в его гениальное произведение 1916 года, ему всего 103 года это исполнилось, это к лозунгу Соединенных Штатов Европы, где он объясняет, почему европейские, почему тогда не европейские, а Соединенные Штаты Европы либо невозможны, либо будут реакционными. Реакционными в том смысле слова, они означало не только недемократическими, но и имелось в виду антисоциальными, вот в то слово, реакция. И, собственно говоря, эти процессы мы видим. С другой стороны, еще никогда не было такой прямой поддержки со стороны американских правых, европейских правых. Фактически, не Трамп лично Макрону, а его бывший соратник, но все равно идеолог, трамповский Беннет, он встречался с Марин Ле Пен и фактически с антимакроновской риторикой. Он собирал Беннет всех правых, при том, что они достаточно пеструю картину. И опять же, ведь когда мы говорим про право, условно, право популистов, хотя популисты уже, наверное, правильно говорить, как древние латыняне, популяры, право популяры их называть, потому что, во-первых, они там, где пришли к власти, доказали способность выполнять взятые на себя обязательства. Это, в первую очередь, США, где Трамп либо выполнил, либо пытается сделать, несмотря на ожесточенное сопротивление. Это Италия, это Венгрия, ну и еще есть там уже, так сказать, может быть, чуть более размытые примеры, но все это видят. Поэтому популистами это уже надо забыть, эту риторику. Но кроме них есть еще и совсем правые, ну то есть уже право-фашистские партии, как Йобик или Золотая Заря в Греции, есть еще такие. Но вот эти, как бы, водораздел, как ни странно, проходят по очень простому принципу, по большому счету второстепенному, с точки зрения правого консерватизма, но символическому, по вопросу антисемитизма. То есть вот правые, эти популяры, как я их называю, правопопулистские силы или правые консерваторы, они являются юдофилами и поддерживают Израиль в той или иной степени. Ну а вот эти партии типа Йобика, Золотой Зари в Греции, они являются, так сказать, антисемитскими. Кстати, особых других различий у них нет. По отношению к мигрантам, более того, они кое-где даже и взаимодействуют между собой, как это вот Венгрия, Фидес и Йобик вполне между собой взаимодействуют. Более того, впервые в этом альянсе будут участвовать партии, либо правящей, либо исправящей коалиции. Это мы в первую очередь говорим про Венгрию и про Италию, но в той же Польше, хотя они входят в народную партию, и в смысле Фидес до последнего времени в народную, но они могут вполне дрейфовать в ту сторону, так сказать, и создать альянс с теми силами. Плюс Британия свое последнее, как это, остаточно прощаваясь, будет, так сказать, все идет к победе партии Brexit. При том, что парадоксально, что кроме того, что Фарадж от партии независимости перешел в партию Brexit создал, у них больше 30%, больше, чем у консерваторов и либористов вместе взятых. Но интересно, что несколько процентов, и может быть, даже один мандат получит сама партия независимости, которая тоже имеет какую-то маленькую, но поддержку. Но просто надо понимать, что, понятно, большой удар по всей вот этой структуре Евросоюза наносит факт пропорционального голосования в Европарламент. Потому что во многих странах либо мажоритарная система, как Франция и Британия, два самых крупных, либо с высоким барьером пропорционал. А тут получается, что очень многие силы, которые не представлены, ну, например, партия независимости, и в прошлый раз она взяла 16% голосов, а теперь партия Brexit имеет больше 30%. Но у Фараджа сейчас на сегодня вообще ни одного мандата нет. У него был один человек, но это был консерватор, перешедший. А сейчас у него ни одного мандата, но больше всего, кстати, что лишний раз говорит о том, что кризис проходит как во Франции, так и в Англии, и самой политической системой, даже электоральной системой находятся в кризисе. И проблема тех же желтых жилетов, ну, вернее, непредставительность французской избирательной системы. Или очень быстрая потеря представительности, потому что, конечно, мы не можем ставить под сомнение полную поддержку Макрона в момент голосования в парламенте, так сказать, давлеющую, когда, ну, были парламентские выборы через несколько месяцев после президентских. Но это быстро как это? Как это? Нахлынуло-отхлынуло, как говорится. И уже другая ситуация. Хотя само движение желтых, по-моему, оно называется желтое движение, ну, желтые жилеты попробовали институциализироваться, они никуда не проходят, у них там в пределах погрешности статистически. Ну, это по французским данным, но как раз у французов социология более-не менее, вопросы у них погрешности в десятых долях. То есть, честная социология, можно сказать. Ну, значит, умеют работать, значит, они, так сказать, значит, модели у них мощные, значит, они умеют пересчитывать полученные результаты на реальную ситуацию. И другой вопрос, что британцы до какого числа? Некоторые считают, что до 7 июня. А что потом будет? Вот если Британия выходит, то что вот с этими людьми? Ну, они покидают этот Европарламент. И что, будут до выбора? Нет, все. То есть, все, на этом точно. Вы знаете, вот смотри, тоже хороший вопрос. Ну, видимо, просто будет, по идее, должно быть сокращено на количество, по-моему, у них 70, я боюсь просто, ну, в районе, ну, у них вторая по численности делегация. Просто на это количество и будут сокращены места. Вот вся история. И возможно, что они даже не успеют вступить в свое, это, в каденцию, в депутатство. Но это пока... Обидно, черт возьми, жирасы, члены Европарламента. Вы знаете, что, оно настолько им задешево достается, эти выборы, что это лишнее поблисити внутри самой страны. И, на самом деле, и неудивительно, вот для меня как раз показатель, то есть, на самом деле, прямой противоположностью правым популистам вот являются такой левый фланг социал-демократии, проевропейские и, так сказать, в большей степени какие-то там социальные вещи. И то, что вы говорите, что может потерять народная партия, давайте посмотрим, как оно... Ну, я смотрела там места, они раскладывали. Смотрите, на самом деле, крушение Евросоюза, ну, той бюрократической империи, которую они выстрелили, это не значит, что сама институция исчезнет, но вот те проблемы и кризис, шел параллельно с кризисом социал-демократии. Я как раз отслеживал эти процессы. Это два параллельных и взаимосвязанных процесса, потому что как раз единая Европа, это социал-демократическая мечта. И, возвращаясь к работе Ленина, это же он к тем социал-демократам, которые тогда были революционерами, очень левыми, но это он к ним обращался, что это невозможно в условиях капитализма. То есть, вот эта вся фигня. Я же говорю еще раз, это несколько страничек, это очень небольшая работа, поэтому я рекомендую ее перечитать. И в этом плане получается, что неудивительно, что часть избирателей вот в левую сторону, вот такую, может быть, не к прокоммунистическим, не к еврокоммунистическим, а к таким к левым социал-демократам отойдет. Но мы можем и имеем возможность, а я же говорю, мы в неудобное время, сейчас расскажу, но окажется, так сказать, как это, начал как Джангиров, закончил как Гордон будет, да, по результату. Я же тоже не хочу в эти, так сказать, но тем не менее, можно ожидать высоких результатов, альтернативы для Германии. Возможно, поровну, или даже с некоторым перевесом, Марин Ле Пен закончит эти выборы. Опять же, крушение социалистов во Франции происходит, но, может быть, они чуть доберут, вот именно на этой такой волне правых, потому что народная партия, это правые классические, а это право-консервативные. То есть куда-то податься надо избирателю, который, там, сказать, взглядов более левых, более социальных. Может быть, вот за счет этого будет такой эффект. Но, что важно, в любом случае, впервые, свой пакет акций при, они раньше были представлены, но они были маргинализированы и не участвовали в выборах или в назначениях, не имели квоты в Еврокомиссии. Теперь вполне возможно, что часть назначений и в Европарламенте, и в Еврокомиссии, и в других органах пройдут с участием, с использованием квоты вот этой новых правопопулистов или правопопуляров. И это уже будет другой парламент? Или нет? Это будет другая политика? Я не знаю. Посмотрите, парламент будет другой, и, посмотрите, какой вызов вообще изначально Европарламент был, несмотря на громкое название, это был в первую очередь представительный орган, а не законодательный. Я думаю, вот интуитивно разница ощущается. А он там что-то утверждал, какие-то директивы, но вообще Еврокомиссия, намберман. Сейчас уже, как мы видим, по ряду вопросов они вошли в клинч. То есть, Европарламент что-то принимает, а Еврокомиссия по-своему имеет это все. Но если вот при изменившейся структуре парламента будет процесс, что все чаще и чаще они входят в клинч, тогда станет вопрос, что надо или сокращать полномочия Европарламента, что против тренда, в общем-то такого, либо сокращать полномочия, либо часть полномочий Еврокомиссии передавать Европарламенту, и Европарламент будет иметь большее влияние на Еврокомиссию. Все это, безусловно, интересно. Но, как любая демократическая система, в чем уязвима, любая демократическая система, уязвима к внешнему воздействию. И понятно, что сейчас, и это минимум год, это видно, и даже ваш покорный слуга как-то заметку на эту тему писал, есть за европейских правых есть конкуренция между, условно говоря, трамповской частью республиканцев и Кремлем. за влияние и взаимодействие с ними. Причем некоторые, как это, лагерный талятка, умудряются, так сказать, да. Двух маток сосет, но это, оно реально, действительно так происходит? Вот вы знаете, вот что значит, вот я просто, потому что я начал про интеллигенцию, вот удержался, я не сказал, что у двух матча сосет. Ну это, ну ладно, хорошо, но не сказал, главное, что удержал. Главное, что не сказал. Главное, что не сказал. Так вот, более того, вот последним, кто долго не ездил в Москву, это был Вильдерс. Но и он в прошлом, по-моему, в прошлом это было году, встретившись сразу после встречи с Бенноном, буквально через несколько дней, в марте это было, приехал в Москву и Карасин, это статс-секретарь Министерства иностранных дел России, встретился. То есть, то есть, про взаимодействие мне сложно говорить, треугольник, но то, что каждый хочет иметь влияние, вот на этих, на эту часть, а, собственно говоря, они, их нельзя назвать антиевропейцами, они во многом проевропейцы, но это другая Европа, это Европа не, они антиевросоюзовцы, они люди, которые видят устройство Европы и даже возможные формы взаимодействия координации иначе, и поэтому на них есть внешняя воздействие. В конце концов, та же Марина Ле Пен получала в русском банке кредит, кстати, у нас тут многие, она никакого закона не нарушила, больше во Франции и не давали кредит под выборы, а там под что берется кредит, ты берешь кредит, а ведь при определенном результате тебе государство компенсирует. Во Франции? Да, при определенном результате партийном, ну, у Ле Пен, там, оно с лихвой, это все, она получила на партию эти деньги, и она укладывалась, то есть, она и брала кредит под вот этот возврат, то есть, собственно говоря, ничего такого в этом нет, она ничего не нарушила, более того, во Франции все банки отказали. Но я хочу сказать, что я действительно знаю, что вот с одной стороны эта партия, ну, вторая по влиятельности, а может быть первая, ну, по количеству там сторонников, но тем не менее, действительно, во многих учебных заведениях, если ты скажешь, что ты сторонник Ле Пен, тебя очень быстро исключат, вот найдут возможность, профессура, так сказать, исключить, то есть, про демократию, свободу слова, ну, так сказать, как это, может преувеличивают, нет? Ну, у меня есть там живые, живые свидетели, ну, хорошо, ладно, это ж такое дело, клевещут. Вы знаете, ну, я всегда цитирую Потемкина, Таврического, когда ему один губернатор, ну, перед отчетом, я, по-моему, рассказывал эту историю, перед отчетом, перед матушкой императрицей, ну, вообще, шли сначала к Потемкину, накрывали поляну, подарки делали, и рассказывали, как же на них клевещут. И один говорил, что там, говорит, враги клевещут, говорят, что я мздоимец, да неправда это. Он говорит, братец, как я тебя понимаю, сказал Потемкин, и про меня же клеветали то же самое. Ну, знаешь, что интересно, я перестал брать мзду, перестали клеветать. Это отлично. Ну, так вот, тут тоже, ну, наверное, наверное. Поэтому, это интересно наблюдать, но, что я важно хочу сказать, какие вот, мы, как всегда, к сожалению, последние много лет, мы находимся в противофазе. И даже объявление о либертарианстве, ну, это такая определенная форма, это не совсем либерализм, мы понимаем, но это, минимум, как это, я это называю, социальный дарвинизм, либертарианство, одна из форм. То есть, выживает сильнейший? Ну, посмотрите, ну, выживает уехавший, да, в наших-то условиях, ну, зачем обязательно сильнейший, так сказать, как это, остается сильный, но глупый, а уезжает слабый, но умный. Вот, такой у нас социальный дарвинизм. А в том плане, что государство максимально, насколько мы, вернее так, минимально вмешивается в жизни граждан регулирует, но и обязательства сводятся к минимуму перед гражданами. Это противофаза к тому, что сейчас происходит и в Европе, и в Штатах. Я не говорю про Китай, где изначально, ну, условно, давайте, чтобы там, госкапитализм, который предполагает определенный социальный договор, именно, ну, общественно-социальный, это одно и то же, через... Но имеется в виду социальные обязательства государства перед народом в целом, там, это как бы, ну, изначально выкликнулся. А мы, наоборот, в условиях приближающейся торговой войны, где каждый должен будет максимально защищать себя. Торговой войны всех против всех? Ну, Китай против США. Или Китай против США? Послушайте, разницы между Китаем против США и всех против всех нету. Нету, почему? Потому что, если... Что означает война торговая Китая и США? То есть, две, две этих державы перестают, так сказать, ну, не признают общие правила мировой торговли. Ну, вот вы знаете, что они суммарно их ВВП, суммарно их ВВП под 50% от мирового, если мы возьмем по ППСу, а если мы возьмем по этому, с точки зрения, сколько они ВВП других стран контролируют реально, то, ну, мы понимаем, что это две трети мирового ВВП. И вот две державы, контролирующие там две трети мирового ВВП и, понятно, больше 50% мировой торговли друг другом сходятся в клинч. Ну, кто-то там писал Зеленскому, что мы на стороне США против этого, против Китая. Это, правда, в интерпретации Зеркало недели они описывали там какие-то эти внешние позиции. Да, и со ссылкой, понятно, на такую мощную интеллектуальную организацию, как Майдан иностранных дел. Вы знаете, что такая есть. Да, конечно. Они тут и у вас бывают. Конечно, бывает. Подождите, это было написано, что мы на стороне Китая. В борьбе с... И, извините, я виноват на стороне США. США против Китая. Это интересно. Подождите, может быть, это и про... Подождите. Как учил нас... А теперь про Китай. Как учил Мао Цзэдун, и, скорее всего, он цитировал китайскую мудрость, тезис верный, высказанный не вовремя, значит, ложный. Послушайте, мы можем не определяться еще много лет. И не надо, когда у нас реально... Когда у Китая... Да, они зондируют, у нас с ними не получается. Действительно. Но объявлять, что мы против Китая, ну, это... Вот, как это... Что является полной противоположностью мудрости? Тоже есть слово на букву М, М, которое означает чудаков. Не надо. Даже если вы делаете такой выбор. Более того, чего вы за год до президентских выборов в США делаете какой-то вообще выбор? Вы что, такие же идиоты, как и предыдущие? Ну, наверное, да. В конце концов, должна же быть... Вот, послушайте, вот, если нет кадровой преемственности власти, должна же быть, блин, интеллектуальная. Я боюсь, что у нас интеллектуальная преемственность власти. действительно, у нас есть шанс на небольшую субъектность именно сманеврировать между центрами силы. Я чувствую, что мы отказываемся маневрировать, а мы хотим сразу быть между молотами и наковальней. Ну, по крайней мере, в Штатах у нас есть шансы оказаться именно там. В наковальне или... Ну, где-то между молотом и наковальней. Между демократами и республиканцами. Вы знаете, что, ну, как это, я думаю, абсолютно уместно при действующем президенте и его премьера обратиться к талмудической мудрости о том, что камень упал на кувшин, горе кувшину, кувшин упал на камень, горе кувшины. Вот мы кувшин. Мы кувшин. Я, Гройсман, этого не понимал. Видимо, плохой из него талмудист. Как это, без первого слога. Он талмудист без первого слога. Будем надеяться, что Зеленский, так сказать, как-то. Ну, понятно, не сам, но, в общем-то, есть люди, которые это ему как-то объяснят. Что как раз у нас нет никаких козырей, наш единственный козырь. Стараться оттягивать принятие каких-то вот таких больших геополитических решений. Ну, вот вопрос с того, за Клинтон мы или за Трампа, надо было оттягивать до дня голосования. Вы скажете, что это тяжело? Да, тяжело. А в этом искусство дипломатии. Нет, я по-другому переформулирую. Я спрошу, как теперь там вот оттягивать решение за Трампа мы или за Байдена, или за какого-то условно Демократа и Республикация на следующих выборах. Вы же смотрите, как поджимают. Но поджимают. что нас в любом случае втягивают. Очевидно. Я уже говорил в других программ, но скажу у вас, что я не буду говорить, что такого накала никогда борьбы не было. Я не буду говорить, потому что была и, так сказать, избирательная компания Линкольна, когда было понятно, что если побеждает Линкольн, будет раскол. были кампании после гражданской войны, где-то через лет 20, после гражданской войны, когда для торжества демократии войска вводились в южные штаты, пересчитывались голоса, и это побеждал другой президент. Все это было. Ну и с гором же была интересная история. И с гором, когда Верховный суд по партийному признаку решил, причем нарушив суверенитет штата, потому что, ну как-то, поверьте мне, как шарлатану-американисту, который про эту книгу писал, каждый штат избирает себе президента. Более того, даже немножко отличаются, если вы знаете, в нескольких штатах чуть-чуть другая система по выборщикам, не такая, чуть-чуть есть различия. Так вот, Верховный суд США запретил штату Флорида продолжать пересчет голосов, что в общем-то нарушение конституционных основ и запретил по этому, причем Верховный суд Флориды разрешил продолжить, причем разделились они по партийному признаку, ровно, и на одного просто было больше республиканца. Станется вопрос, а причем здесь правосудие, может просто сразу было судьи, так сказать, по фракциям бы разошлись. Поэтому, ну это уже американская история, кто там кому первым чего сделал, так сказать, и Кеннеди в Чикаго сделали выборы, так сказать, мафия против Никсона в свое время. это как бы все было. Но, например, такого, что вот Байден приходит на встречу со своими сторонниками, ну активистами, и одна из женщин говорит, что у нее непереносимость Трампа, и Трамп это нелегитимный президент. Ну, для женщин-активиста это нормально. Байден говорит, я вас полностью поддерживаю, я тоже считаю Трампа нелегитимным президентом. Мама родная, когда такое было? Естественно, на следующий день Трампа спрашивает какой-то, ну, понятно, журналист с подготовленным вопросом, ну, это все, говорит, как считает Трамп, будет ли расследоваться связи Байдена с Китаем? И Трамп говорит, на 100% будет. Пошла заруба, страшная заруба идет в Соединенных Штатах, на всех уровнях власти, и действительно, и в эту зарубу влазить, при этом, вот вы знаете, тоже интересная ситуация, вот Юрочка, этот, который плакулол, съездил в Штаты, все сдал, все документы и думает, что он получил, ну, и рассчитывает на какую-то неприкосновенность и удивляется, почему. Ну, индульгенцию, как минимум, какую-то. Ну, как посмотрите, документы ты привез, интервью дал, большое спасибо. А теперь, понимаете, у Луценка, вот я как-то уже говорил, у него сразу три качества, которые делают ему неприемлемым. и его неприемлемым. Так сказать, нет юридического, вернее, как-то полное отсутствие юридического образования и правового, даже самосознания, сознания правового. как бы этот слабый политик, говно человек. И вот этот, этот триада, делает его и для американцев неприемлемым. Американцам, американцам нужен тот, человек, который будет юристом и хотя бы что-то рубить в политике, как человек, пожалуйста, это ваша туземная проблема, тогда будет, чтобы он дальше помогал с этим делом. Потому что... Это когда вы говорите о будущем генпрокуроре? О будущем генпрокуроре. Или зам, который будет вести вот эти дела по Злачевскому, Бурисме и т.д. и т.п. Значит, я не удивлюсь, если они сумеют через, уже американцы, из Бурисмы выйти на этот Хуавей. Не исключено, потому что как раз при демократах начался заход вот этого Хуавея, и они как раз работали с китайцами. Ну, это как бы, пусть это вот уже разбирается. Потому что какой вопрос не возьмет Юрочка Луценко, он все дела разваливает. Американцам не надо, чтобы развалилось дело, так сказать, Бурисме, Злачевском и Хантера Байдена. И Керри, и Арчера Керри, и Арчер, по-моему, да? По-моему, Арчер Керри, приемный сын Керри. И Квасневский, там же они все получали деньги от... Ну, понятно, что это все взятки были. Ну, так было принято. Так же, как... Ну, как это... Ну, не Трамп нарушает правила игры, правила нарушили с Манафортом. Так сказать, такого никогда не было, то, что сделали с Манафортом. Ну, это... Ну, писали же, да, писали аналитики, там, американские, вы же, да, читали, что все так делали, и вдруг только Манафорта застали за это ответить. Да, это правда. А теперь, а теперь тоже проблема с Ивановичем, которая якобы, ну, то, что 4 миллиона она распилила долг, так всегда так делали, потому что для туземцев надо и кэшем выдавать деньги. Ну, туземцы так привыкли. Как это... В бусах они уже разбираются, так сказать, дешевыми бусами их нет. Это не купишь? Эх, но это не про нас, конечно. Нет, это не про нас. Это про уходящую власть. Они были инопланетянами, они случайно к нам попали, в общем-то. А теперь, наконец, пришли настоящие украинцы. Значит, и в этом плане я считаю, что минимальная у Луценко возможность. Плюс, ну, Игорь Валерьевич показал себя, конечно, в очередной раз чемпионом мира по наживанию себе могущественных врагов на ровном месте. А почему? Почему они на колокольчик набросились? Ну, характер сволочной. Ну, потому что он всем показал, какой он крутой пытался. Ну, и сцепился с Джулиани. Нет, к нему были, посмотрите, к нему нет претензий напрямую по поводу этого, господи, по поводу дела там, Манафорта, Трампа, Банет. Но он один из спонсоров, мажоритарщиков флоридских. В 26-м округе Флориды в Конгресс опять прошла женщина, в фонд мужа которой он вносил деньги. Она победила. При том, что была, я когда-то даже ссылался, у них даже было и по телевидению, и в Ютубе, я даже у себя вывешивал этот ролик против Коломойского, что он там лидер вооруженных формирований, там грязные деньги, но это их политическая реклама была, кандидата от республиканцев по этому 26-му округу Флориды. К нему там накопились свои вопросы, плюс они реально считают, что он отмывает деньги. У Коломойского своя заруба. Давайте я расскажу, как я ее понимаю. Он понимает, ну в смысле, Игорь Валерьевич как к нему не относиться, конечно, там человек тоже говно, но во всяком случае шахматист по своему представлению. Я думаю, что он догадывается, что с приватом он ничего не вернут, ему не приват, не деньги, хотя юридически, конечно, простимулированные люди со стороны президента Кабмина и Нацбанка подписали такое, что прав по юридически и по праву прав в этих тяжбах, конечно же, Коломойский. Он это все заранее обеспечил себе это право. Но вопрос в том, что ему скорее, скорее, нужно мировое или некое соглашение, по которому у украинского государства не к нему претензий. А если нет у украинского государства к нему претензий, тогда, допустим, вывод денег, а деньги это можно квалифицировать в том числе как деньги, полученные по рефинансу, то есть это деньги государства. Мы сейчас не будем вникать бюджетные и небюджетные, это небюджетные деньги, но тем не менее это государственные деньги. Он их не отмывал, если нет претензий со стороны Украины, то он и не отмывал их, тогда нечего и отмывал. выводил какие-то активы, но это уже тогда вопросы к Украине. И ему очень важно вопросы решить внутри Украины. Но у американцев к нему конечно же тоже накопились претензии. И главная его претензия, что он из себя продолжает изображать олигарха, то есть человек, который внутри Украины влияет на внутри украинские проблемы. Что с точки зрения нашего нового старшего брата возмутительно. Не он один. Мы же понимаем, что не он один. Не Коломольским то есть. Подождите, и поэтому всем дают по рукам. Послушайте, вариант с Фирташем мы все видели. Ну вообще-то да, с Фирташем видим. При том, что он попал под раздачу, я когда-то говорил, на самом деле это индийские разборки были. Американцы на стороне правительства Моди сыграли против правительства штата, где это инкриминировалось получение взяток, которые там власть, скажем, оппозиционная власть. Вот это был один из крупных штатов. И Фирташ попал под те разборки, но заодно, заодно, и как бы он серьезно потерял влияние и на украинские процессы, хотя говорят, оно там как-то существует. Но, опять же, попользовали его, в Петра Алексеевича вложился. Европейские, американские дипломаты встречались тогда, в 2014 году, со многими украинскими политиками и с кандидатами в президенты. Главный вопрос был такой, а скажите, вы же не будете опротестовывать результаты выборов, если Петр Порошенко победит в один тур? Я отвечаю за это. Поэтому всем понять, всем понятна история с его 53%, нет, реально, конечно, за 45%, за 45%, без сомнений, без сомнений, а остальное просто по беспределу. Понятно, он во втором туре легко выиграл, поэтому ну, давайте так, давайте не удивляться. Он и сейчас во второй тур прошел. Ну, так, в смысле, это уже нельзя сказать по беспределу, а на этих, а на недобитых щупальцах беспредела, так сказать, вот, реально, так сказать. Все равно Зеленский выигрывал, но во второй тур реально должна была выйти Тимошенко, даже по отданным голосам в день выборов. Ну, понятно, что нельзя было взять, они бы с удовольствием в эти тяжбы в это вошли бы, надо было как можно все равно проводить быстрее второй тур, в срок, там, вы знаете, второй тур есть небольшой зазор, так сказать, но сделали вот там, ровно, там теоретически из-за того, через две недели провести, ну, уже вот провели через три недели, как-то на стадионе, так на стадионе. и сейчас понятно желание американцев, вот вы там выбрали себе, ну, а теперь мы с ним будем работать, примерно вот такая ситуация. Есть некое безвремение, потому что нет посла, и тот, кого они сюда присылают, непонятен его статусу. Ну, временный, поверенный, да? Ну, вот будет ли он послом, или они посмотрят по результатам выборов, или как он сработает. Но самое интересное, что он же был послом. Был послом, да. То есть он опытный человек, вы знаете, что он был не худшим. Если вспомнить Паэта, а еще не к ночи будет помянутого Хербста, так сказать, ну, наверное, Тейлор, да? Тайлер, Тейлор. Ну, более, более не менее во всяком случае это было. Ну, все равно же выстроится очередь там припасть к руке, к штанине, к этому, к сапогу. Ну, посмотрим. Во всяком случае, хорошо, что эпоха Волкера наконец, так сказать, уходит. Как-то рано в эпоху Волкера закрываете, Дмитрий, вам так не кажется? Ну, послушайте, ну, а сколько надо еще раз тузенцам сказать, что представитель ненастоящий. Ну, послушайте, вот, знаете, как это было? Разница, как между государем и милостивой государем. Ну, Волкер же на общественных началах эту должность занимает, а деньги получает в институте Маккейна в Аризоне, и вот в этой консалтинговой компании лоббистской, я все время эти три буквы забываю, БРДЖИ, которая на продвижение Украины, это администрация президента получала деньги, он там, вот в этой компании, он там был, возглавлял департамент по международным вопросам, а сейчас он или советник, или консультант по международным вопросам, он там зарплату получает, а на должности представителя госдепартамента он не получает зарплату, о чем он сам сказал, вот вопрос уже не в том, что это домыслы, не домыслы, ему хватает конвертики от туземцев, разумеется, с газетными вырезками, не подумайте чего-то плохого о нашем волкере, проклятие, проклятие внешней легитимизации это надолго, это родовая травма, это родовая травма Украины, у нас нет элит, но давайте называть правящего класса, а как нас, а нас признают там на Западе, ну если признают, ну вот, а кто признает, а с кем надо договориться на Западе? А вот между причем, Зеленский, видите, взял и по большому счету если так внешне посмотреть наплевал на рекомендации американских старших братьев и назначил на должность главы администрации президента человека, которого активно не рекомендовали назначать Вот посмотрите, кто не рекомендовал Ну, уже же несколько прозвучало, что и Уолкер предупреждал его, и Джулиани резко высказывался накануне, и даже Джон Хербст в интервью сказал, что неоднозначно было вас принято, назначение уже постфактум, но Джулиани не предупреждал. Джулиани это серьезно, но с другой стороны согласен, но это его обязательства же Зеленского перед ну как-то ну не перед избирателями же у него основные обязательства. Есть как-то избиратели проголосовали, так сказать овложились другие люди и безусловно он вот так сказать это были его определенные обязательства перед Игорем Игорем Валерьевичем. Более того, опять же как раз Богдан это не главный может быть и раздражитель, потому что да, вроде как адвокат Коломойского, но с другой стороны он же и противник грантоедов, поэтому вполне возможно, что он может там какие-то функции выполнять, которые ну американцы сочтут допустимыми. Ну может даже полезными для них. И для них полезными, потому что как всегда наши вот я когда-то говорил, что с точки зрения государства меня вот обращение к опыту Мазепы, Петлюры, Коновальца, Бендеры меня смущает в первую очередь с точки зрения того, что эти люди в большой геополитической схватке все это были, они приняли неправильную сторону. Почему это неправильно? Почему они ну потому что они все они оказались на стороне проигравших все, все вот весь национальный пантеон оказался на стороне проигравших в истории. И в этом как раз оно и задает. Ведь даже вот послушайте, ведь давайте вот вдумаемся даже в фразу, ну в слоган съезда БПП, ну или вот этого съезда, где выдвигался БПП, где выдвигался Порошенко, вид крут до Брюсселю. А под крутами что, победа была? Ну как-то совсем не победа, да. Ну и Брюссель такой же будет. Ну послушайте, ну да, это как-то послушайте, как-то не задумывались мы над этим. Ну это вы не задумывались. А мы такие подлые и мерзкие сразу как-то это, в общем-то, значит, как-то задумывались над этим. Но опять же, допустим, и они опять же, вот так же, как они встали на сторону Клинтон, ребята, ну теперь выгребают за это. Более того, если в схватке с Китаем окажется, что Россия, если не партнер, то, ну скажем так, благожелательный нейтралитет в пользу Штатов, но опять же, ну не весело будет им всем. Более того, что мы сейчас видим, что русофобия перестала быть индульгенцией со стороны Штатов, во всяком случае со стороны команды Трампа. Для кого? Для команды Трампа. Для людей Трампа русофобия перестала быть индульгенцией, потому что если ты русофоб, но работал на демократов, так сказать, получишь свою, понятно. Да, знаете, это как, это, есть одна страна, в которой алкогольное опьянение является смягчающим обстоятельством. Я забыл, одна из Латиноамерикан, но во всех остальных только, так сказать, отягчающим. Да, но есть одна страна, где это смягчающие обстоятельства. Хорошо, значит, в Украину все равно будут втягивать вот в эти разборки. Будут, и есть ли шансы Украины избежать? Ну, надо тянуть до выборов. Ну, как его тянуть-то? Давят же со страшной силой. Послушайте, давят на тех, кого можно давить. О, это ключевая форума. А вы не пробуете? Послушайте, ну, как ни странно. Вот такое страшное. Ну, поставьте, действительно, возьмите генпрокурора, человек, я понимаю, задача сложенная, но все-таки решаемая в стране, где там 30 миллионов все-таки осталось население наличное. Поставьте генпрокурором человека, у которого нет коррупционной составляющей. Или зам генпрокурора, который будет вести вот эти дела по Бурисме, и пусть он никуда не торопится. А никак не на него не надавишь. А как? Ну, если у него нет коррупционной составляющей. А чтоб заведомо его никто не подкупил, ну, заносите ему из администрации президента некоррупционную составляющую, как гарантия от того, что он нет. Ну, послушайте, знаете, как это? Ничто это, как это? Ничто так просто не решается в суде, как дело, когда ты абсолютно прав, и еще и заплатил. Да, это же звезд. Двойной аргумент. Да, так сказать. Как-то по закону и по этому, и по стимулу. Поэтому давайте подождем, послушайте, это, на самом деле, как ни странно, это не наша проблема, как будет Зеленский выкручиваться. Не наша, конечно, но украинская часть. Ну, послушайте, с другой стороны, хочу сказать, что и у Хорошковского это человек, который все-таки, ну, вроде бы, как больше с демократами работают. Я всей подоплеки не знаю, но по каким-то, в общем-то, ну, тоже там не идеальный этот, как-то, партнер для американцев. посмотрим. А вот Россия во всей этой истории, она выигрывает или пока и без разницы? Ну как, ну, очевидно. Послушайте, у нас, вот смотрите, у Украины с Россией, да, действительно, можно описать, что у нас некая игра, но она не с нулевой суммой происходит. Ну, в смысле, неудачи Украины не являются однозначно там победами России, победы России не являются поражением Украины, из этого, вообще, исходя из этого, надо прежде всего исходить, отделить одно от другого, иначе оно будет в голове смешиваться, так сказать, и приводить к разным, вот, таким негативным явлениям, каких мы видим, там, большую часть парламента, правительства и, так сказать, и говорящих голов на телевидении. Россия будет выжидать, безусловно, что России выгодно, то, что в переходный период Украина чисто даже по объективным причинам затягивается решение части вопросов, например, транзита газа. А вопрос в том, что готова Россия подписывать, не готова, но юмор в том, что вот их примерно позиция такая, обращенная, конечно же к ЕС, а не к Украине. Хорошо, мы готовы подписывать, а кто с той стороны подписывает? А мы, потеряв, ну, весь темп и все сроки по анбандлингу, по разделению, и даже сейчас Кабмин решил одно, а Коболев оспаривает, это, ну, вообще, нет, а у нас нет субъекта, который подпишет транзитный договор на сегодня. А кто подпишет? Кто? У нас есть структура, которая подпишет транзитный договор? Ну, нафтогаз нет. Нафтогаз уже нет. Уже, получается, нет. Потому что, подождите, потому что нафтогаз лег под третий энергопакет и расставил трубу. И все. Мы не можем. Получите, теоретически все возможно. Но нафтогаз, не нарушая взятых на себя Украиной обязательств, не может подписывать. Не говоря о том, что европейцы все-таки хотят ту структуру, что если договор на несколько лет, на сколько-то там лет, чтобы это был субъект, который будет существовать все эти годы, а не до конца года с одним. При этом, значит, если не будет транзитного договора, вот тут, как говорят шарлатаны, поверьте мне на слово, так вот, есть европейские правила, есть европейские законы, есть прецеденты, Украина должна будет пропускать этот газ, по оплате есть механизмы и оплаты его, то есть, если не будет транзитного договора, то по заявкам из Европы Россия будет... Ежедневные там, да, какие-то... Будут, заявки, как я понимаю, ежедневные, но это вот Марунича и Землянского я вам рекомендую, но вроде ежедневные, конечно. Землянский рассказывал нам, ежедневные. Так вот, мы должны будем пропускать этот газ и после 20-го. А теперь самое интересное, если Коболев и Ветренко не сдадут трубу, из-за всех их крики, все... А вы заметили, то у них были крики, что русские построят северный... первое, ну не дадим построить, потом, если русские построят, то не будет транзита, поэтому надо продавать, а даже если русские не успевают построить сейчас вот в срок, то все равно транзита не... то все равно у них есть возможность, чтобы транзита не было. Вот это их последняя группа. Потому что эти ребята просто хотят за бесценок сдать трубу по схеме там... У них там советник у Гройсмана этот Иван Миклаш, который это делал в этом этнически нам близкий, он, ну, хотя словак, он русин. Ну, украинец по факту. Поэтому, видимо, нашел общий язык с нашими жуликами. Так сказать, как он словацкую ГТС они сдавали? Это отдельная история, которая достойна своего исследования и расследования. Я это расследовал, я ездил в Словакию и общался с министрами того правительства, которое проходило, потом с министрами, которые критиковали эту сделку. Но теперь этот перец Иван Миклаш у нас. Начиная от того, как это... Как это... Не самое большое, но очень показательное жульничество было в том, что серьезную сумму получила больше 30 миллионов консалтинговая компания First Boston, которая проводила и оценку трубы, и подбирала на него этого, ну, покупателя. Но за оценку он отдельно получал, а за подпор покупателя юмор в том, что покупатель был в единственном числе, тендера не было. вопрос, а за что тогда получила 30 миллионов? Ну, я не говорю, там другие жульничества, когда на курсовой разнице миллионов 300 заработали, долларов уже, долларов, не крон, не подумайте, что ли. Ну, это отдельно. Эти жулики сейчас, либерастические жулики, вот сейчас наших, так сказать, и правительство, и Коболева, они там каким-то образом их консультируют и по их проекту. Это отдельно. Но я вам скажу такую вещь, что даже если будет запущен Северный Патруль, все равно транзит сохранится, причем в каких-то не таких уж малых объемах. Это обман, причем не только первые пару лет, но и в дальнейшем он может достаточно долго. Потому что, в первую очередь, потому, что поставки газа в Европу неравномерны. за четыре зимних месяца, условно, ну, сезонных месяцев, половина всего газа поступает. Ну, понятно, да. Ну, естественно, это грубое соотношение, но всегда оценка такая. Оно бывает туда-сюда, так сказать. И вот, с точки зрения вот этих пиковых нагрузок и необходимости резервировать мощность, а мощность же надо, будь и в том числе и у нас, срезервировать. Хватает. Хватает. Ну, в смысле, необходимо будет украинская ГТС в любом случае. То есть, не пропадем в этом смысле. Мы пропадем, потому что они ее за бесценок сдадут. Тот, кто будет оператором. Да, русские сейчас отказываются, но если будет достигнут договоренности, а они, скорее всего, будут не только экономические, но и политические с теми, кто войдет в ГТС, а возможно, даже у кого-то из тех, кто войдет в ГТС, это будет компания, у которой перекрестные, например, владения акциями с Газпромом, то есть, как-то не совсем чужие будут. Да, русские, я по этому уже говорил, что, возможно, русские согласятся продавать часть газа или весь газ на границе с Украиной, но не Украине, а вот этому оператору или владельцу ГТС, какая уже будет там форма собственности. Так что Украина с этого особо ничего не получит. А все, что мы будем получать, все, что будет получать за транзит, поверьте, они будут это вставлять в счет на модернизацию ГТС. Мы ничего не получим. Поэтому на самом деле нам надо, ну, если был бы государственный подход, конечно, латать, я понимаю, нужны деньги на... латать ГТС за счет премий кое-кого, как-то сами знаете, Это вы на святое застихнули. на маму. Да. На маму. Так сказать. Да. Так сказать. И выходить из... Ну, опять же, никто нас загенитали в третий энергопакет. Мы не члены Евросоюза. Мы не обязаны его были подписывать. Мы хотели, так сказать, как это, отрезать себе одну текстикулу, чтобы русским зажали обе. Ну, не получается, так сказать. У русских много разных причиндалов с разных сторон в Европу входят. Поэтому, ну, у них есть пространство для маневра. У них свои проблемы, свои сложности. Ну, вот, ну, не надо, так сказать, понимаете, не надо Украину позиционировать как страну, которая во имя интересов Европы и цивилизованного мира может доставить России большие проблемы. А мы себя буквально в этом, в таком ракурсе позиционируем. И нас, в общем-то, когда надо, так пользуют. А когда иногда говорят, спасибо, спасибо, мы уже договорились без вас, спасибо, не надо, не надо, больше не надо. А как же мы вот на этом деле текстикулы? Ну, ребята, сами себе и пришивайте. Вот ужас наших взаимоотношений. Продолжится ли оно президентским? Ну, давайте посмотрим формирование власти, как оно будет после парламентских выборов, что это будет. Пока он действительно президент надежда. Действительно, ну, я ему, я за него в втором туре проголосовал, а после подсчета голосов сказал, что я ухожу, конечно же, к нему в оппозицию уже на второй день. Но это, да, ему надо дать время на, так сказать, развертывание и там формирование. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что люди, вот все эти 25-процентники условные, там что-то какую-то фигню пишут, что как фокус-группы показывают, что избиратели его и к нему там не только те 30 процентов, что с первого туре еще минимум с восторгом относятся к тому, что он делает. Депутатов считают чудаками, мягко говоря. И пока у него огромный, так сказать, вот этого запас прочности. Кредит доверия. Понимаете, запас прочности временной небольшой. А на глупости, на какие-то непопулярные шаги большой. Ну, до Нового года, ну, парламент надо. Посмотрим, кто бы пойдет от него в мажоритарных округах. Тоже ж там такое может вылезти. Ну, да. Понимаете, как огромный карбланш у него, огромные возможности. Что будет дальше? Ну, а дальше действительно придут европейцы, придут американцы. При этом я хочу сказать, что может уже вскоре, допустим, в 20-м году уже не останется ни одного политика крупного, кто был бы, ну, кто был бы при власти в 2014-м году в начале всего этого конфликта. Собственно говоря, последняя осталась Меркин. Но она занимается сейчас внутри политическими вопросами, грубо говоря, транзитом власти у себя. Но это, кстати, проблема. Если они все идут. Послушайте, то, что я говорил, что не осталось никого, кому можно обратиться со словами этого лиса. Вы в ответе за тех, кого вы приручили. Потому что каждый из них может сказать, что не домашний ты мне там зверек. Зверек, да. Тем более не белый и не полярный. С белым полярным еще как-то надо заигрывать и что-то подкармливать. А это какой-то ну вот более того и уходит а с ухода Мэй уходит преемственность. А Мэй все-таки уходит. Ну Мэй сегодня со слезами на глазах так сказать как это в мае Мэй ушла. она же Мэй ушла. Более того реально может так получиться, что действительно если они пойдут на досрочные выборы, а это возможно я уже объяснял в этом составе у консерваторов нет большинства. Они за счет юнионистов ульстерских получили вот это большинство голосов когда была Мэй но ульстерские юнионисты они проевропейцы и их вот это консервативное это не нравится. Они хотят и Брексит им не нравится условия Брексита. они хотя являются скажем ну они протестанты и с католиками у них не очень но будучи людьми рациональными бизнесменами конечно они хотят сохранить прозрачную границу с Ирландией с Северной Ирландией с Ирландией ну бизнес бизнес бизнесом политика политика они могут оказаться в общем-то ну в Брексите они пострадавшая сторона поэтому все может быть досрочными выборами при которых далее баристы могут потому что много голосов опять уйдет от консерваторов к партии независимости или она будет партия Брексит мы уже ну к Фараджу к условному Фараджу оно может особенно в маргинальных округах это не ругательство это у них такой термин переходящий округа от партии к партии и могут взять лейбористы особенно на своих таких левых и проевропейских лозунгах могут взять теоретически могут взять большинство тогда вообще история поддержки запада заканчивает я вам расскажу еще вот у нас же ну у меня как у каждого шарлатана должен быть свой персональный шарлатанский метод как-то как-то долгими ночами там под клизмой я думал примерно так так вот ну я это я не могу сказать что это мой метод это я вычитал в Тихом Американце у Грэма Грина сразу признаюсь читайте книги но все равно большинство не читало даже не знает кто такой Грэм Грин там оно в другом виде но вот люди маркеры и события маркеры нам давно надо вздрогнуть по поводу Нидерландов мы после крушения лайнера однозначно считали что Нидерланды на нашей стороне а то что произошло с референдумом ну такая это как это злая воля России или мохнатая рука России грубая случайность но давайте я вам расскажу что там на самом деле произошло Украина за свои деньги потому что некоторым ублюдкам хотелось распилить государственное бабло и бабло спонсоров они это все они организовали успех референдума потому что если бы не проводилось никакой агитационной работы в поддержку Украины на этом референдуме на это были потрачены деньги туда приезжали люди проводились акции они ездили ну я отчеты я видел они ездили по электричкам и пригородным и там выступали перед голландцами в результате вместо ожидавшихся 28% явки что было ниже барьера там по явке было 32 и вот эти дополнительные проценты сделала украинская агитация и ничего смешного почему же ничего очень даже смешно очень 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 по нашему поверьте я отслеживал ту всю ситуацию я отвечаю но тут так другой вопрос как-то никого здесь не смущало что партия до 66 которая да это в нашей транслитерации я не знаю что она до 66 по-моему она третья была или четвертая по результату да здесь никого не что она партия первая либеральная вторая главный защитник всех меньшинств ну хорошо ладно как-то вот в тот момент это не короче что мы видели вот за последнее время давайте в обратном порядке в возвращении России в пассе одной из главных были Нидерланды причем во многом присоединение Нидерландов к франко-германскому союзу оно перетянуло потому что Голландия ну особенно с уходом с уходом Британии вот таких пролиберальных стран она во многом лидер мнений таких которые побаиваются Германию побаиваются того что будет перекос теперь в Германию и Францию Голландия это такая очень важная страна в Евросоюзе несмотря на вроде небольшие свои размеры а что было до того до того был секрет не секрет визит был явный но засекреченными результатами визит делегации Нидерландов и Австралии в Москву по поводу в начале года по поводу этого сбитого лайнера а у нас ничего про это не писали нет это официальные сообщения но причем по результатам оно и сразу подавалось как что будет ну не будут никаких заявлений но по результатам что результаты встречи засекречены вопрос 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 не в том кто виноват кто вопрос явно договариваются договариваются без нас без нас вот вот же что Украину не ставили в известность может быть что ну судя по всему зная недержание речи нашей если бы что-то оттуда было известно уже бы разродились криком израда полная тишина с помощью как минимум комментариев что вот состоялось что или сказать что мы выражаем обеспокоенность что без участия Украины а мы согласно всем конвенциям нет или что мы полностью доверяем нашим партнерам по расследованию вести в общем-то должен тишина ну тишина это всегда знаете как это значит как это тишина не в пользу молчащего тот случай есть много еще других таких же и я когда-то вот много говорил что Нидерланды особая страна вот в отношениях с Россией мы не будем там конспирологически в царские там времена уходить но вот я же говорю что политика и экономика зачастую в противофазе но рано или поздно все равно и политика тоже каким-то образом балансируется вот на что ну есть много событий на которые у нас никто не обращает внимания я вам хочу сказать что только у нас могло произойти давайте уже будем завершать вот был я на Биеннале не подумайте про меня плохо ну да это современного искусства я там был в качестве мужа своей жены поэтому прошу не вменять мне в это вину поздно мы уже это сделали уже сделали хорошо не буду всех перипетий в общем-то перипетий забавные поверьте мы с удовольствием послушали перед эфиром эту историю да ну о том как не полетел наш лайнер то есть и в целом вот отношения вот в целом это глубоко было символично что то что замышлялось как проект оно называлось полет сейчас тень украинской мечты над садами жардини ну в украинском это мрии а в английском dreams название самолета самого большого мрия мрия мечта это самый большой самолет в мире никого не беспокоит что это советское произведение недоком недок недодекоммунизированное вот но оно успешно успешно декоммунизируется так сказать ему уже сколько 86 это 14 плюс ну короче больше 35 33 года да этому где там значит дело не в этом что оно там должна была пролететь и это было оно не пролетело и заменили так сказать украинскую мечту ну тень от украинской мечты заменили мифом об украинской мечте в пресс-релизе и в выступлении министра вы знаете что так как было объявлено что все что происходит это часть этого действия ну это же современное искусство ну такая педеросня в общем да так Дмитрий главное что вы это не сказали прямо в прямом да я не могу да меня жена убьется за такое если я такое скажу так короче и это и сказал а дело в том что я просто что же являюсь значит арт-объектом я присутствовал в украинском павильоне при непролете украинского самолета при выступлении этого министра и при раздаче релизов где было написано миф об украинской мечте это отсутствие то есть по большому отсутствие пролета самолета над Жордини Жордини оно само слово означает сады но это где основные павильоны выставки Биеннале где можно сказать квинтэссенция вот этого самого искусства которое в 36 году в Нюрнберге проходило как выставка дегенеративного искусства сейчас это современное искусство в следующий раз жена вас не возьмет с собой я просто читаю между строк и не надо так сказать и не хочу я на это смотреть больше короче когда это только было запланировано на это были потрачены государственные деньги на непролет самолета с куратора взяли деньги это отдельно и еще до 24 ноября снят павильон в котором 5 человек за столиками должны в жанре устного народного творчества я цитирую эти так сказать программу программу да рассказывать о ну понимаете когда надеялись на пролет о пролете самолета а на нем на твердом диске должны были быть произведения от 200 до 500 украинских современных художников за время независимости поэтому по идее мы должны были войти в книгу рекордов Гиннеса больше всего украинских художников одновременно участвуют в биеннале а теперь мы можем войти как в книгу рекордов Гиннеса к самое большое количество художников одновременно не участвовавших в биеннале ну я не блять я не могу это сука простить потому что кстати это же издевательство над страной потому что отдельные украинские художники были представлены как в арсенале так и в жардине кураторские проекты можно спорить об этом неплохие проекты неплохие так же вот Жанну Кадырову я рекомендую посмотреть это нормальное искусство современное оно так условно можно назвать так сказать вполне такой реализм для меня я чувствую вам понравилось да мне ну мне вообще я не знаю почему его считают современным искусством нормальное искусство нормально так же как там были социальные документальные фильмы в других павильонах которые я не понимаю при чем здесь современное искусство это сильный документальный например в канадском павильоне вся их экспозиция была что фильм ну на экранах показывается где бизнесмен приехавший из города канадскому маленькому племени старейшине объясняет что они ему дадут деньги дети пойдут в школу мужчины он у всех трудоустроит но надо эту землю отдать видимо я понял что там под нефтяные а он говорит а зачем мне деньги а зачем нам мы же тут живем ну вот такой вот почему это современное искусство нормальный социальный фильм достаточно сильный там хорошие планы это сделано ну то есть оно по всем по всем правилам а у нас как бы не пролет так вот так вот а к чему теперь большая политика а ну мало того что над венецией вообще ничего тяжелее чуть не сказал хорошо ничего тяжелее дрона летать не может по законам разрешение понятно если вдруг получить на каком уровне надо было получать я когда только это вот состоялся этот проект победил ну потому что а почему он победил почему он победил ну потому что хороший проект-то был почему он понравился первому лицу его будущей вдове которая тоже в культуре не это не не чуждо какого числа должен был быть этот пролет самолета 9 мая ну пока у них мелкие эти самолетики летают над красной площадью наши а тень жардини ну эпохально я тогда когда оно было утверждено сказал я не понимаю как ну запреты в венецианске то такое дело при министре внутренних дел Италии по фамилии Сальвини при правящей там сейчас вроде коалиция но все равно главная партия Лига Севера в области Венета они собираются получить эти разрешения но естественно ну понятно в этих двух инстанциях да как выяснилось задним числом обращались было как-то мне очень нравится советская формулировка ваш вопрос решен вам отказано но конечно крайним сделали Антонова потому что пролет не смогли организовать потому что в это время на регламентном ну я это называю по старому регламентной работой на техобслуживании был ну поверьте ну вопрос на несколько дней теперь мы знаем кто вот все испортил Мария Мария и испортила но вот во-первых желание сделать вот а давайте сделаем такую херню чтобы все охеренели а русским было обидно хорошо да опять же вот это хорошо в фильме как оно обыкновенное чудо да вижу цель не вижу препятствий как через стены проходить оно не получается вам не дадут просто есть реалии есть конкретные реалии почему вам в Италии и в Венеции в области Венето не дадут этих разрешений но деньги вы уже на это потратили и списали 6,5 миллионов гривен из бюджета на это все и на 2,5 миллиона гривен развели еще этих меценатов спонсоров уж я не знаю вроде бы и не такие большие суммы спонсоров мне не жалко спонсоров кто в это вкладывается тот и это тот может тот может пацанам рассказывать а зато я профинансировал не просто мечту а миф о мечте пацаны а а вы такое блин можете а а вы какое-то вот блин там хрен знает что финансируете а правильные пацаны финансируют миф о мечте на самом деле конечно все это описано так сказать проклятым Андерсеном в голом короле главное что все вокруг говорят и я и понятно да 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 я вот я вот тот самый поганый мальчик с неуместными с неуместными в таком величественной ситуации не пролета самого большого самолета в мире да я вот тот поганый мальчик но я не могу блин я не могу это терпеть так при этом вот я расскажу так сказать давайте если уже давайте в легком жанре закончим конечно там много нет были достойные павильоны национальные были странные ну давайте так уже это все не буду другой полюс постсоветского пространства это Литва они на второй день сразу после окончания это предпросмотры ну типа для деятелей культуры было ну почему я говорю в качестве мужа своей супруги значит они по окончанию предпросмотров когда ну такие как я лохи смотрят и ценители этой всей да наста они закрыли павильон из-за отсутствия денег но но по результатам предпросмотра они успели получить первое место вот это молодцы ну можно в разном порядке рассказывать допустим чтобы нам не было они вообще закрылись но правда по предпосмотрам у них экологическая тема опять же я не знаю в чем тут живые люди на пляже там ну короче первое и первое российский павильон в Жардини он еще бывший советский а вообще он с 15-го года принадлежит советский соус участвовал в биеннале нам это особо не говорили потому что искусство не совсем там это но участвовали в старых постерах всегда вставляли флажок советского союза чтобы привлекать внимание публики что и советский союз тоже участвует но прошли те времена салон достался этот а россия понятно у россии свой спор идет если у нас о мечте и мифе о мечте то россия есть ли она или нет у россии другой спор как бы с точки зрения ну такого обобщенного политической нации самое русофобское заявление которое тезис что россия это колосс на глиняных ногах ну понятно и с этим идет спор и поэтому уже заходишь в предбанник это первый такой отсек русской галереи и там первый арт-объект называется ноги атланта ну все 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 понятно все понятно от колосса радосского отбили так сказать может быть но вы лучше все комментируете современное искусство а потому что а вы знаете что а в нем в современном искусстве не надо разбираться надо из надо изначально быть к нему предубежденным и чтобы а чтобы быть изначально предубежденным надо попасть в музей там же в Венеции Пегги Гугенхайм она богатая наследие она племянница Соломона Гугенхайна миллиардера который она от него получила большое наследство и ее второй муж который был по основной профессии врач и видимо поэтому плохо рисовал она начала покупать его картины и картины его друзей которые примерно так же рисовали и тем самым был создан рынок впервые появился музей рынок образцы но я хочу сказать что по сравнению во первых и когда ты попадаешь из Пегги Гугенхайм во все вот эти современные искусства ты понимаешь что вообще вот то был почти реализм а вот это какое-то такое ну вот вот точно как Никита Сергеевич говорил он говорил что вы говорит по поводу бульдозер на этой выставке он же говорил что вы говорит вы откуда на реальность смотрите вы забрались внутрь стульчака и оттуда мир описываете так вот эти ребята из стульчака смотрят на коллекцию Пегги Гугенхайм и ее пытаются воспроизводить вот что такое современ во многом классическое современное при этом вам скажу что его деградация главный показатель для меня деградации все больше и больше роль и место занимает описание арт-объекта одно дело когда там что вот что-то есть и написано в какой-то стране в какое время и вот этот нюанс это понятно когда какой-то ну штришок вводится штришок зачастую может на 180 градусов поменять твое восприятие да например там вот играют люди в баскетбол мирно а это оказывается небольшой участок где в войне в стране идет гражданская война и вот это в баскетбол играют солдаты одной из сторон ну да это а когда не прочитав ты просто вообще ничего не поймешь что это был что это так сказать с какой стороны знаете это вот вот точно как в анекдоте про публичный дом и колобка блин нет ну с ногами это все понятно ноги да сама опять же сама концепция ну сама концепция выставки во-первых делает это Эрмитаж и в числе этих кураторов Петровский тема это стих из Евангелия Луки притча о блудном сыне и сначала они разделены два отсека потом они сходятся ну то есть вот припадают а внизу понятно нижний этаж это ад ад понятно фламандский ну в стиле фламандском но да современное искусство панно движутся фигурки которые там стоят время от времени вскакивают и какой-то такой танец на ней ну можно спорить можно не спорить там не сильно но во-первых это арт-объект действительно оно состоялось туда будут ходить и спорить вокруг этого что вот это уже было а это неудачно а это не срослось но вообще ну вообще на вопрос деньги где а вы что ног атланта не видели ну вот он а вы не видели скульптуру вот они отдельно блудный сын вот отец а вот они сошлись а вот песочком посыпали их там у него эти голые пятки песком еще ну как современно ну я же не говорю что это они не взяли никаких азербайджанский проект они умудрились туда тему вот информационных потоков о том что современно что современных медиа ну общее впечатление неплохая у них экспедиция что в современной медиа намного больше лжи и неправды намного больше искаженного смысла чем в тех же образах арабских сказок ну потому что там вот это такое панно интерактивное ну где фрагменты повторяются из разных арабских сказок и сюжетов но ты все понимаешь что там происходит а в другом отсеке тебе показывают документальный фильм о самых грандиозных фейках самых солидных радиокомпаний но там еще есть арт объекты смотрится оно единое целое у них куратор итальянец и азербайджанец то есть они взяли смотрится смотрится идея понятная идея авторитарная мы понимаем не демократическая но мы понимаем о чем и у русских так сказать там какая какая демократия когда ноги атланта а кто считает что глиняные тому с ноги блин вот тут врежем ну понятно так сказать как это как в песне Ушавова ведь мы мирные не злые но кто не с нами отобьем рога вот примерно то есть ну читай и много других тоже ну спорных бесспорных я вам расскажу вот например работа с материалом вот трубы если мы ну мы мы себе представляем сочление труб допустим газовых ну с небольшого диаметра это трубы понятно железо сочленение пластик ну и какие-то там вот в в этом в гонконгском этом павильоне из дерева это все сделано и трубы и сочленение вот этим ну как это работа с материалом является жанром современного искусства оно удовлетворяет и не надо большого описания ты понимаешь что это сделано да это это о форме а не о содержании ну это мы признаем это в рамках постмодерна арт-объектом объектом искусства тут же я говорил про Кадырова она у нее она работает с цементом и плиткой причем вот старым старая советская плитка и цемент видимо ну цемент он всегда вечно молодой как сказать с этим не поспоришь да это говорит как это чикагская мафия с 30-х это знает и вот например у нее то что стояло в этом в арсенале это лоток раскладка овощи фрукты в ящиках там все и все сделано из цемента и плитки ну работа с материалом прекрасно смотрит это как у нас на жительном рынке ну да а издали особенно издали если снять очки ты сначала вообще приближайся ну конечно оно видно но очень здорово а в этом а в этом а в этом как в жардини у нее значит ну манекен только вот у нее ну мини платьица сделана вот тоже цемент и плитка а за окном вывешены ну как бы этого персонажа ее одежда которая сушится тоже сделана из плитки ну работа с материалом ну с формой не с содержанием ну хорошо это как бы ну нормальное воспринимается а вот ну с другой стороны конечно в нашей в нашем арт-объекте есть нечто конфуцианское работа с пустотой но предполагается что вот под эту пустоту на которую все опирается все-таки под принцип пустоты не должно подпадать содержимое головы тех кто это делает а у нас ну с другой стороны гармония пустоты может быть это так оно и есть я вот думаю о чем что тут перевешивает патриотизм Дмитрия который вот во всем это проявляется или любовь к современному искусству что здесь перевешивают нет я скорее всего патриотизм я расскажу историю почему вот это давайте завершим на современное искусство почему вот меня долго не брали в качестве мужа на это потому что в 11-м году значит было палаццо снято под украинский дом значит и там ну сошлись деятели культуры так сказать а также жены своих мужей и мужья своих жен ну и там как-то ну там все начали высказываться да были такие уже там все подвыпили я тоже потому что конечно на трезвую голову очень сложно это все обсуждать ну уже кто-то говорил что вот зачастую в современное искусство современные картины рисуют те кто не умеют рисовать но мол на самом деле вот но но приводилось в патриотическую сферу о том что так сказать ну вот украинские художники и рисовать умеют и современное искусство демонстрируют есть и такие опять же есть и такие ну и как-то что-то ну я же таки там в 11-м еще был такой медийной мордой ну и что-то а что я про это думаю ну а я уже немножко такой к вечеру расслабленный вот тут она я говорю язык поганый блин я им сказал что вы знаете 11-й год вот важно я говорю вы знаете что вот глубоко символично что нынешний бионаля проводится в 75-ю годовщину выставки дегенеративного искусства в Нюрнберге и пока у них была вот такая тишина перед вот ну как-то перед как это я успел вот фразу закончить перед тем как быть изгнанным из приличного общества я сказал и за эти три четверти века это самое искусство сделало большой шаг вперед будем надеяться что после чего после чего как-то ко мне изгнанному из приличного общества подошли еще парочку мужей своих жен и предложили пойти выпить и но я хочу сказать что собственно говоря с другой стороны вот для меня вот мы трое ушедшие оттуда и выпивающие тоже можем рассматриваться как современный арт-объект тоже современно мы же тоже это мы же тоже порождение современного искусства мы под влиянием его пошли и поняли что надо ну немножко это отполировать отполировать Дмитрий я искренне надеюсь что в результате сегодняшнего интервью ваша жена все равно в следующем году возьмет вас с собой венец ну просто вот для меня символом вот 11-го года вот представьте себе что вот например идет такой клип ну я не знаю он может быть минуту чуть больше не имеет значения клип ну вот там мальчики сделать это мальчики военной форме ну видно что военнослужащие девочки симпатичные вот они танцуют там ну вот танцы так сказать вот такие немножко с оттенком эротичности ну и идет все время заставка что как это make love not vo делайте любовь ну то есть нормально даже какая-то агитационная но это не современное искусство а современное искусство это когда мальчики с мальчиками танцуют столь же эротично и там написано make love not vo я вот думаю на этой оптимистичной ноте вот и вот на этой оптимистичной ноте я призываю я грубо вмешиваюсь в европейские выборы и призываю европейцев которые нас не смотрят они нас очень смотрят но у меня такая же мечта я я как мрия хочу пролететь над Европой и сказать вам и напоследок вам скажу дорогие европейцы голосуйте за носителей традиционных ценностей пожалуйста на вот этой оптимистичной ноте мы прощаемся с Дмитрием Джангировым Дмитрий спасибо вам огромное спасибо что вы были сегодня с нами но сами все понимаете оставайтесь с нами был Укрлайф и конечно Дмитрий Джангиров в прямом эфире все так вот Субтитры подогнал «Симон»